Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И на этот раз наш рассказ о враче Александре Кадьяне, благодаря которому в первую Балаковскую больницу пришла цивилизация. Это сейчас дезинфекция помещений в медицинских учреждениях проводится по несколько раз в день, а больные с разными диагнозами наблюдаются профильными врачами и лечатся в разных корпусах. А в конце 19 века заболеть значило положиться на волю судьбы. Сможешь выжить? Выживешь. Вовремя приедет врач? Хорошо. А если не приедет? Ну извини. Все, значит жизнь твоя окончена. Небольшие операции делались здесь на месте, конечно. Но полостные, ну вообще без ассистента это сделать невозможно. Медицинских инструментов мало, лекарств тоже не всегда хватало. А если учесть, что добираться к пациентам приходилось за несколько верст по бездорожью и распудиться, то можно себе представить, с какими трудностями сталкивались врачи конца 19-го, начала 20-го века. Может быть поэтому среди них и не было женщин. Роль женщины в медицине в конце 19-го, в начале 20-го века сводилась к одному. Это акушерство. И для тех, кто принимает роды, даже выпускали специальные журналы, вот такие вот. И там среди прочей информации содержались объявления, что в какую-то уездную больницу требуется акушерка с зарплатой в 400 рублей. Одним из первых местных врачей, чье имя сохранилось в истории Балакова, был Александр Кадьян. Видный российский хирург начинал свою деятельность в сельской больнице. Сюда его отправили на практику. И он боролся с той ситуацией, которая сложилась в Балаковской медицине. Молодой врач возмущался, что в сельской больнице всего 10 коек, почти на 20 тысяч человек с учетом приезжих. И много раз обращал на это внимание властей. Считаю своим долгом указать собрание на некоторые недостатки этой лечебницы. Она очень мала. Для этого села, с той массой приезжего населения, как Балакова, необходимо гораздо больше лечебницы, по крайней мере кровати на 20. Состояние этой лечебницы очень скверное. У некоторых больных нет кровати. Они помещаются на полу в повалку. Когда я заведовал лечебницей, то не было достаточно белья. Одеяло представляет собой лохмотье. Необходимо эту лечебницу расширить и устроить как следует. Кроме того, следовало прибавить еще одного фельдшера, так как фельдшеру приходится работать слишком много. На его обязанности лежит отпуск лекарств приходящим больным, число которых в Балакове весьма велико. Вот это как можно представить себе, да? Больничка на 10 человек всего лишь и несколько тысяч населения. Александр Кадьян был человеком передовых взглядов, поэтому он внедрял в Балаковской больнице то, без чего мы сейчас не представляем медучреждение. Он ввел, во-первых, рукомойники, то есть чего никогда не было, то есть специальные рукомойники такие, чтобы человек перед обращением с больными мог помыть руки. Он ввел дезинфекцию, он ввел бинты, то есть тогда еще бинтов не было. И вот он один из первых ввел бинты здесь и в Николаевский, в нынешней Пугачеве. Кроме того, он был даже антисептик, септики впервые вводил именно здесь, в Заволжье. В то время больницы содержались за счет уездов, а они были бедны, поэтому все нововведения молодого врача воспринимались скептически, мол, хватит нам и того, что есть. С лечением больных помогали балаковские купцы. Если бы не поддержка богатых людей, то, конечно, было бы гораздо сложнее. Например, известная история, что когда была здесь по Волжью эпидемии холеры, известная история, что наш знаменитый Мальцев построил свои деньги холерный барак. А земство не строило. Мало того, но со временем они даже без разрешения построили Мальцев, надо этот барак убрать. Вот даже был такой подход. Но холерные бараки были необходимы, ведь во время вспышек различных заболеваний заразных людей надо было лечить отдельно от тех, кто просто подхватил простуду или поранил ногу. В то время эпидемии косили целые деревни, поэтому уездное собрание выпускало вот такое вот постановление о мерах к предупреждению и прекращению повальных и заразительных болезней. В нем говорилось о том, что дворы нужно содержать в чистоте, мусора не выбрасывать, куда попало. Если в селе заболели дети, то школы закрывались и носить больных детей в церковь запрещалось. В то время в Балакове лютовали кишечные инфекции, что вполне объяснимо. С антисанитарией никто не боролся, а дети страдали с крылатиной, но не каждый мог позволить себе лечение в больнице. И выдвигал весьма продвинутые для того времени идеи, как отвлечь больных от тяжких раздумий о своем здоровье. Котян, одним из первых врачей в России, предлагал открыть при больницах библиотеки. Он говорил о том, что человек, который лежит в больнице, он должен отвлекаться от болезни, он должен чем-то еще заниматься, чтобы у него не было ощущения, что вот все, жизнь закончилась, я теперь больной и лежу в этой больнице, помираю. Александр Кадьян проработал в Балаковской больнице недолго, а затем пошел на повышение в уездную лечебницу. За передовые взгляды его судили, но оправдали. После всех перипетий его отправили в город Симбирск, где он стал лечащим врачом семьи Ульяновых, выпустил много работ по хирургии, заслужил уважение в российской медицине. А в Балаковской больнице мало что поменялось после его отъезда. Застой продолжался до революции. Только тогда для больницы было выделено отдельное здание, появились первые отделения, отделения для рожениц, отделения для холерных и так далее. Конец 19-го, начало 20-го века – это странное и сложное время для медицины, когда передовые умы стремились к развитию, а большинство не было готово к этим изменениям. И такие единицы все-таки меняли картину мира. И такие люди, как Александр Кадьян, совершали настоящие подвиги.